Ребята, всем привет! Здрасте! У нас сегодня совместное видео, это ответ Роме Степанову и Валере Захарову. Егошнее видео, Валере, я сегодня проснулся и прям его уже смотрю, ох, думаю, вот прикол. Уже и Валера такой выставил видео. Молодец, отлично. Видео обоих ребят обязательно мы тоже поставим ссылку. Все-таки идея была это Романа, американца. И я себе взял на помощь сегодня Вову. У Вовы тоже свой канал, и это видео вы тоже увидите там. Ну и мы решили сегодня тоже приготовить, пожрать на 5, да, скажем так. У нас вышло меньше, 4,50. Да, у нас вышло, то, что мы сегодня купили, вышло на 4,67. От этих 4,67 25 копеек, 25 центов. Да, еще будет за тару, за бутылку. Ну и как мы это все купили? Купили мы вот это, сейчас увидите. Так, как раз новости начались, давай. Так, мы приехали сюда. Начнем, наверное, с лапши. Лапши здесь до хрена. Выбора много. Выбора много, да. Будем набрать это, так как у нас все не шпагетит. Вот видишь? А, нет, 65 или 49? 49. 49. 49 центов. Тип тоже самый дешевый. Да, кстати, фирма Тип, это тут марка от магазина, и она чуть дешевле, чем остальное все. А нам надо что-то еще. Что, возьмем, наверное, в базилику, да? Да, бери, мне вообще. 70. Главное, чтобы мы вписались в 5 евро. 70 длится. Побежали дальше. Ходим, горяхами. Взять, дихо, не хоро. А, все. Нет, это что-то, ойру 29 уже. Ну, это уже видал? Реально. Чекнорис. Вот такой лук. Лук у нас можно на разрез брать. Килограмм стоит евро 29, но нам одну хватит. Это самый дешевый был, да? Да. Давай, Вов. Вешаем. Вешаем. Выбираем лук. Сет. Сверху, посередине. 15 копеек. 15 копеек, да? Так, паприку. Сейчас еще паприку возьмем. Поменьше. Поменьше. Нормально? Хоп. 59 центов. Самое дорогое. 59? Да. Че? Может, в пакетике мы так все же не утащим? Я унесу. Один. Экономим, экономия пошла. Нам надо вписаться в 5 евро, ребята. 25 центов. 24 центов. Каждый цент. Так, все, осталось мясо взять. Мясо? Сколько нам грамм надо? Ну, давай возьмем. Это вот, да, 82. Сколько? 82. 206 грамм, 82 центов. Фарш, да. Фарш. После хорошего обеда надо еще потом закусить все это дело. Шоколадкой, да? Ну, валик так, в случае. Не, ну, почему я так? Шоколадка плохо для меня. А че? Я тут жирный. Водичка. Водичка, водичка. 19 центов. Сладкая, наверное, будет дороговато, да? Медим, да, возьмем? Да. Почем она? 19, плюс 25 центов стоит тара, например. Вода 19, а тара 25. Шоколадка, стоимость 49 копеек. Ну, это самая дешевая. Самая дешевая, да. Ну, че, пойдет такая? Нет. Вот, вот, смотри, даже по-русски. Фрукты, овощи, булочные. Так, поехали. Поехали. Одна бутылка. Так, прикольно. Уже ойро 17. 82. Ойро 99. 15. Так у нас еще остается. Да подожди, вернемся. 69. Смотри, у нас еще сколько, Вова? Да подожди. 79. 56. 4.18 у нас. А, еще. 49. Ну, и все. Нормально. Так, ребята, вот итоги. 4.67. Завершаем оплату. 4.67. Нормальничка? Да. Сначала ставьте вон, а затем банксмоты. Валик сегодня банксмоты. Валик, сейчас все сложит. Сейчас. Ну, поставь, я переложил. Ага. Спасибо. Не забудьте забрать квитанцию и сдачу. Пожалуйста, уберите все упакованные товары. Так, сейчас голубом домой. Еще успеем? Будем еще варить? Поварим. Ну, давай. С этими голубами по магазинам и жрать опять. Все-таки у нас называют сегодня видео «Пожрать за пять». Да. Нагнали тебе аппетит, да? Ну, не говори. Ну, в основном у нас здесь все свежие овощи, кроме соуса. Так что, если соус самому делать, то мы в пять ойру не выложимся. Не укладемся. Так что, я считаю, что это даже полноценная здоровая еда. Никакие не полуфабрикаты здесь. Ну, несмотря на соус. Так, если мне соус чуть-чуть это... Да, готовить мы будем сегодня спагетти, балинезы с мясом. Без мяса она невкусная. Так, кастрюля нам нужна, чтобы отварить спагетти. Ковородка, чтобы, конечно, поджарить мясо и наши овощи. Ну, вот есть такая большая, такая. Вот эту берем, кастрюлю. И сковородку, да, надо? Крышку надо? Да-да-да. Большая. Он даже не знает, где где кач wait. Я вообще не повар. Это видео без Вовы вообще не состоялось. Нашел? Сковородку, да, вот эту и возьмем. Отлично. Все, крышку не надо, конечно. Я не умею, а почему не по... Вовка, прикинь, я не умею. А почему не включается это? Тут должна скала появиться. Все, мы ничего не сделаем. Э? Такое никогда не появлялось. Вот. Не, 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 не. Выключить. Ёпта, 99 минут, что это такое стоит? Ах, тушайся. А почему оно это за... Да... Свари... Я всегда включаю, появляется скала, я нажал, что мне надо и все. А что за херня? А почему оно не работает? О, это я выключил. Почему за 99 минут стояли? Два... Два... А дебила, это сила. Два дебила, это сила. Короче, все, мы воелись, наварились. Валик... Сто процентов. Понакупался и всякую тут... Дальней, я... Все, через 98 минут оно включится и будет работать. А как это выключить, я не знаю. Ну, минус нажмем. О! Че, че, че? Че? Все. Я не знаю, я не знаю как, но я как-то включил. А почему вот здесь 98 минут показывают? Это запрограммировалось, теперь через это время она начнется вариться. Ты что, идет? Ну, теперь она идет, но она еще что-то... Ой-бай... Так она будет? А, варь? А, да, да. Быстро. А это куда я могу поставить? Сюда встань. И как мне включить? Это говорит о том, что я в кухне не хозяин. Да. Как есть, так есть. Попал ты. Почему я знаю, Вова умеет варить или нет, мы уже с ним были 6 недель в командировке и он меня просто обварил. Делал мне всякие блюда с рожками, там, че у нас только не было. Короче, было супер. Ну, короче, это рожки были. Ха-ха-ха. Что-то не делали. Я бы повторил бы это, но нас не отпускали. А, кстати, мы соль забыли купить. Ну, соль мы забыли купить, да, окей. Ну, так как у нас еще остается 37 и еще 25, соль у нас стоит где-то 40 центов. Поэтому мы вписываемся полностью. Так, ну и что, как у нас тут выглядит? Еще слючок подкинули. Вода кипит, мяско жарится. Это, наверное, все покровные твари? Ну, да, чтоб подить нормально, че. На работу, чтоб взять. Так, мяско поджарилось с лучком, теперь туда грибочки. Или грибочек. Грибочек. Я хотел два купить, но он говорит, нет, здесь же хватило бы на два. В принципе еще... Не, а сколько стоил гриб один? Не хватило бы вам. 24 цента один гриб. Не хватило бы. Можно добавить? Да, сюда нажми. Оп. 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 Видал все? Честно говоря, я даже не ожидал, что на 5 € будет так тяжело купить эти градиенты, чтобы отварить, похавать на двоих. Потому что в основном всегда в магазин идешь, на тачку кидаешь, кидаешь, пришел, там полтолст, трясарку заплатил и все. А ты как-то даже не осознаешь, что все-таки дорогие вещи у нас. Дорого, да? Да, дорого. Считаю. Нет, мы давай, наверное, скажем, что мы сначала ходили и притянялись, да? Ну да, конечно. Мы сначала ходили и притянялись и думали, что приготовить, что бы придумать. И как Вова уже и сказал, что задача была нелегкая придумать. Сначала думали одно блюдо, потом другое. У нас ничего не получалось. Так, Вова нарезал паприку. Ты все будешь? Ну, конечно, да? Нет, я оставлю вам, потом семья еще что-то с паприками сделает. Ну, я думаю, если так пару этих на работу взял бы. Мясо хорошо поджарилось. Зальем соусом. Пока. Надо быть экономным. Сразу помыл банку, да? Да, помыл банку. Готово. Ничего у нас не выкинулось. Мы санельяшим. Ты, ну я тебе дам тут сколько получилось, да? Ну, ну что, на работу возьмешь. На двоих, на две порции разделить? Я после того, как увидал видео у Ромы, то предложил эту идею Вове. И Вова сразу согласился и сказал, да, интересно. И поэтому вот такое совместное видео. Ну, выглядит Вова, я скажу, уже очень так. Да. Выглядит хорошо. Сейчас багетти уже подтягиваются. Ты уже, смотри, разобрался, да? Да, я уже все. Ну смотри, тут 78 минут. Я уложусь в наше время. Меня в этом, после этого уже не будет, да? Да. Готово. Как моя лапша. Да. Лапша тоже готов. Как моя жена говорит, горячая с вами не бывает. Так что, будем, наверное, накладывать. Ну, лапши я тебе дам, здесь они только не на две порции. Если, то мы моем руками. Так. Ну, это, наверное, валику, как хозяину. Первая тарелка должна хозяину быть. Так, Вовина порция. Ну, или вообще вторая порция. Угу. Мне кажется, тут добавка. Тут еще и добавка, да. Да. Вилка. Вилка. Что-то еще. Так. Сырок. Эй. Нормально, нормально. Валик будет убирать. Да, да. Оставить свинарным инженерам. Да, нет, ты что. Надо будет потом последний наш совместный ведут. Ничего. Итак, ребята. Вот что у нас получилось за 4, даже нету 5 евро. Ну, нет, не совсем какие. Да. Конечно, это, я скажу, не такой, можем так сказать, богатый стол, как получился у Валера. У него там аж три блюда. У него было и вареники, и там он курочку что-то сделал, салат сделал. У него что-то получалось перевести в рубли, что 250 рублей, что-то такое было. Ну, в Европе, в Германии, на 5 евро, можем вот сделать себе такое блюдо. Только с поддельки можно покушать. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Пробуем. Что нам приготовил Гоба? Ну, что? Нормально? Да нет, не ешь, а так не ешь. Нам было салфетки что-то? Что-то уже, учухался? А я говорю, вкусно, Валя? Да, нормально вообще. Конечно, вкусно. Все приготовлено довольно вот такие. Свежие вещи. Свежие вещи. Свежие вещи, да. Нифига себе, какие порции эти, да. С тобой хоть на край света водичка, которую мы тоже взяли, да, на наше здоровье. Будем не кашить. Ну что, открывай свою шоколадку. Да, мы даже купили еще и шоколадку с собой. Взяли после обеда. Как по-русски говорят, 15 тысяч. Второе? Нет? Ну, это не второе. Третье, четвертое, так. Ну, чуть-чуть сладко. Ну, сладко. Ну, шоколадка такая, скажем, не сильно такая статная, но и не стрёмная. Можно кушать. Уже на улице штат, в средней неделе кушать. Пошли я не дам. Так, чуть-чуть сладости. Нормально, да? Да, 45 центов. 45 центов, 100 грамм шоколада. Правда, без орехов. Так, ребята. Ну, вот мы поели, закусили все это дело сладким шоколадом. Запили также сам водичкой, которую мы тоже с собой взяли. И я назову или мы назовем это дружеским ответом. Роме Степанову, привет, Рома, в Америку. И также сам Валерии, привет, Валера, в России. Теперь у нас Россия, Америка, Германия есть. Германия, да. Может что-то еще подключить? Да, пожалуйста, ребята, подсоединяйтесь, кто нас увидит. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк. А если вам не понравилось видео, просто палец наверх ставьте. Да, и тогда просто наверх и ничего не пишите. Кстати, моим подписчикам попрошу зайти к Валентину посмотреть. У него ионные видосы, у него тоже есть что-то интересное. У нас тематика все равно разная. Я так надеюсь, что твои подписчики, нет-нет, может заглянуть на мой канал. Да, с удовольствием, забегайте. Как-то говорится, все равно нам как-то даже радостно, когда все равно подписчики, кто-то говорит, что не важно подписчики, но все равно важно, когда много народу смотрят тебя. Когда бригада становится больше. Больше, да. Ну, не буду забалтываться, короче, на этом мы все заканчиваем. С приветом с Германии, России, Америки и всем, кто нас смотрит. Всем пока, ребята. До встречи.